Здарова, с вами Хардкекс, и это Альтушка для Скуфов. Доброе утро, Скуфы! Да, и прожимайте лайки, и выйдет продолжение, либо же мы за эту часть всю её пройдём. В общем, игрушка-альтушка для Скуфов. Что-то интересненькое вышло в Steam, поэтому перед началом ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если не подписаны. Много чего интересного снимаю, поэтому залетайте на канал смотреть. Да, начинаем. Доброе утро! Начинаем заново. Ещё один день. Ага. Где я? Кто я? Как тебя зовут? Круто. Круто. Круто ты пытаешься надуть. Все знают, что ты просто Скуф. Ха-ха-ха, спасибо. Ещё один день. Ещё один бессмысленный день. Дружище, хорош киснуть. Всё, не может быть настолько плохо. Прикольно то, что тут есть его голос и есть внутренний голос. Обычный голос, да, говорит, так как всё грустно, печально, такой унылый, как кусок говна. Да, да, внутренний голос. Эй, всё хорошо, сейчас мы оторвёмся. Знаете, такой бодричков. Как я дошёл до того, что мой единственный собеседник – это мой внутренний голос. Ха-ха. Жёстко. Я не знаю. Роснись и пой. Ха-ха-ха. В одном он прав. Конечно, хорошо было бы провести в постели целый день. Вообще не понимаю таких людей, которые в постели целый день чисто залипают. Это ж до безумия скучно. Не знаю, напишите в комментариях, к какому типу людей вы относитесь. Я, допустим, отношусь к такому типу людей. Да, я могу там, наверное, ну, раз в год вот так вот целый день в постели провести. И то это дико скучно. Я всё время за какой-нибудь кипиш, движ и так далее. Чё-то нужно поделать обязательно. Не могу сидеть вот так на месте. Хотя, впрочем, почему бы и нет? Ха-ха. Так, провести в постели целый день. Нет, давайте встаём. Легко и непринуждённо с грацией. Которой позавидовала бы косуля. По крайней мере, тебе так кажется. Ты соскакиваешь с повидавшей вид, но всё ещё добротной. Полутораспальный кровать. Бабах! Ты грустно и неуклюже падаешь на пол. Неудобно повернув руку под свой мясистый живот. Ха-ха-ха. Сука. Ха-ха. Этот грохот, наверное, соседи на три этажа вниз слышали. Хватит дрыхнуть. Тебя ждут великие дела. Кстати, кто не знает, кто такой Скуф, прогуглите. Ко мне это относится, но только по возрасту разве что. Всё остальное вообще нет. Окей, окей. Уже встаю, товарищ начальник. Я не начальник, я твой лучший друг. Друг. Какого чёрта здесь так темно? Чего ещё ты ждал? Что на самом дне человеческого существования всё будет ярко, как в жаркий полдень из рассказа Рэя Брэдбери. Ха-ха-ха. Заткнись, я не с тобой разговариваю. А с кем тогда? Сам с собой. Вот с кем. Но ведь я и есть ты. Заткнись. Заткнись. А вдруг во тьме нас ждут чудовища, которые только и мечтают, чтобы затянуть тебя вглубь своими склизкими щупальцами. Ты дурак. Диалог занимает в твоей голове не более полутора секунд, а рука сама привычно нашаривает рельеф выключателя на обшарпанной стене. Включить свет. Теперь, когда фронт работ освещен, нам предстоит нелёгкий выбор. Куда мне отправиться дальше, дабы смахнуть остатки сна с моих нежных ресниц? Ха-ха-ха. Напоминающих обувную щётку? Сыц, здесь я делаю выбор, данный мне столь щедро создателем. Пойти в ванную, пойти в туалет. Да, выбор, конечно, ну вообще такой. Пойти в туалет? Что ещё? Может просраться в сортире? Ой, простите, ваше величество! Так-то лучше. Самый важный ритуал за день. Ха-ха-ха. О-о-о-о. Реально. И по совместительству самый приятный. Да, да, да. Чёрт возьми, да! Поздравляю! Ты получил плюс два к здоровью и плюс три к харизме. Ха-ха-ха. Правда? Было бы неплохо. Со здоровьем у меня как раз проблемы. Неправда! Ах, чёрт. Кажется, все дела в коридоре мы закончили. Тьфу ты. Какие ещё дела могут быть в коридоре? Ха-ха. Ладно. Не хочу об этом думать. Пойти в ванную. Грязная ванная встречает тебя с радостью похоронного служащего. Совершенно очевидно, что вы друг к другу чужие и ваши отношения в лучшем. В случае деловые. В худшем, токсичное, созависимое. Так. Извиняюсь, я иногда могу тупить и читать хреново, а я недавно только проснулся. А я не нравлюсь тебе, леди ванная комната. Ну, не так, как скуп. Давай решим это по-быстрому. Все всё понимают. Мы взрослые люди. Разговариваешь с ванной комнатой? Да ты совсем с катушек слетел, дружище. Не я, а мы. Ты же часть меня. Разве забыл? Так, что нам сделать? Ну, посмотреть в зеркало, я думаю, давайте посмотрим. Нет, нет, точно нет. Откуда такая категоричность? Оно, оно просто грязное. Там ничего не видно. Так протри его, всего-то делов. Ну? Протрем зеркало. Зажав в руке то, что когда-то называлось полотенце вафельное ГОСТ 11.027, ты производишь несколько характерных вращательных движений. Старая стекло, приятно поскрипывает под волокнами ткани. Грязь отступает, давая с зеркальной поверхности еще один шанс засиять. Конечно же, при наличии источника направленного света... Узли за шокол! Хороший голос. Нет! Я не хочу! Мне точно не понравится то, что я... Я же только проснулся, и не хочу расстраиваться на весь день вперед. Когда-то отражение в этом зеркале было словно репродукция картины эпохи Ренессанса. Ну, одно из тех. На античную тематику. Но теперь чудовище, живущее там, может запросто выбраться наружу и убить нас всех. Ты здесь один? О, хреб твоей груди вот-вот сорвется на сдавленное рыдание. Но помощь приходит оттуда, откуда ты его вовсе не был. Тише! Тише, дружище! Мы уже полная ванная комната. Не лучшее место. Давай, пойдем куда-нибудь еще. Погнали. Коридор. Ты имел в виду отправиться на скуфню? Ха-ха-ха! Нет, на кухню. Отправиться? Да ты у нас не иначе, как знаменитый путешественник Фернан Магеллан, который отправился в плавание вокруг света. Я не собираюсь никак это комментировать. Кухня встречает тебя привычным пейзажем. Не то, чтобы ты хотел проводить здесь много времени, но будучи примерно половиной жилого пространства в типовой однокомнатной квартире, эти квадратные метры играют не последнюю роль в твоей жизни. Есть хочется. Что у нас на завтрак? Внутренний голос подсказывает тебе, что лучше даже не соваться в холодильник. Просто поверь. Кстати, внутренний голос – это я. Ты привык делить на 16 любое мнение и заявление этого назойливого наглеца в твоей голове. Но в этот раз ты почему-то склонен ему поверить. Быть может, все дело в том, что рецепторная память играет не последнюю роль в твоем теле. Страшные, невыносимые по своей мерзости запахи вспыхивают в твоем разуме. Гниль – только глубокая гниль, вызванная разве что разложением белковых форм жизни может быть причиной такого уровня в воне. Пожалуй, ты прав. Так, а это я. Видавшему виды, но все еще старому добротному столу. Остатки былого праздника. Че там? Пицца? Почему все зеленые? Интересно, есть ли пицца внутри коробки с пиццей? Есть только один способ узнать об этом. Ха-ха, открыть я. Открыть коробку. Опа. Коробка открывается с легким хрустом. И твоему взору предстает он. Последний кусок. Вчерашний! Вчерашний. Его величество – вчерашний кусок пиццы. Королевский завтрак. Спонсор Гастрита. Нас ждет вопрос похлеще Гамлетовского. Сэкономим электричество, силы и время. Конечно, греть. Иначе это вообще жесть просто. Величественно вращаясь, вчерашний кусок пиццы позволяет своим молекулам двигаться быстрее. Тем самым делает свою структуру горячее, а твою жизнь чуточку приятней. День! Ну, приятного аппетита. Твои зубы вонзаются в упругую вчерашнюю хлебную плоть. Челюсти медленно двигаются, перемалывая нехитрую начинку. Если бы ты был в настольной ролевой игре, то это действие восстановило твои очки здоровья. Или дало заряд бодрости. Но ты не в настольной ролевой игре. Ты на кухне в России. Глот. Кусок камнем падает на дно твоего желудка. Доброе утро, пищеварительный тракт. Надеюсь, ты доволен. Завтрак окончен. Пора приступать к делам. Да какие у тебя могут быть дела? Скажи уж честно. Иду играть танки. Ну вот мы и дома. Стереотипы. Не все любят танки. В таком возрасте. Проперженный стул. Смиренно принимает на себя твою увесистую тушь. Рука привычно нащупывает кнопку запуска. Родной логотип компании. Производящая программное обеспечение. Теплый свет загрузочного экрана. И вот ты готов отправиться в лучший из миров. Танки. 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 Проигрыватель. Хром. Корзина. Комп. И... Что? Какое-то написание на компе. Танки! Привычным... Расчерк... На любимый из сердца ярлык. Что-то не то. Танки. 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 Каждый день одни танки. У меня там уже ранг мастера. Что дальше? Катка за каткой. Куда еще-то? Мляк. Как же скучно. Типа больше не во что поиграть, да? Если на то пошло. Твой разум затуманивает сигнал откуда-то снизу. Расслабившись в тепле и уюте привычной берлоги. Ты чувствуешь странный позыв, звучащий даже не у тебя в мозгу, но в крови. Тяночку бы. Не забывай про танки. Да, они даруют тебе привычное спокойствие, обыденности. Жми! Ты берешь себя в руки и наводишь курсор на заветную иконку. Запустить танки? А тут чисто все ярлыки превратились в танки. Скуфно! Тачи. А другие скуфы тоже знают, что они скуфы? Наверняка. Конечно. Даже есть сервис такой государственный. Скуф услуги. Ха-ха-ха. Ты, должно быть, издеваешься. Прикалываешься надо мной. Да нет, смотри сам. Пара кликов на мониторе и волшебство широкополосного соединения переносит тебя в бескрайний океан интернета. На экране загорается логотип, а после прогружается весь сайт полностью. Вот это да. Ты не врал. Ага. Между прочим, очень удобно. У пиндосов такого нет. Ха-ха. Можно получить справки, выписки, проверить штрафы. Так, подожди. Твой взгляд внезапно падает на баннер, который ты ранее не видел. Твое сердце начинает биться чаще, словно карбюратор хорошо смазанной Lada 2104. Вот эта надпись. Получи свою альтушку уже сейчас. Как будто акция продает что-то. Классическая машина, лучшая в серии. Альтушка? Альтушка? Это же тяночка, верно? Которая, как ее? Год, эмо. А, неважно. Именно. Бесили меня всегда эти альтушки. Как вижу такую, так сразу хочется. Ну, вы понимаете. Нет. Хочется такую... Поняшить под предиком. При этом понимаю, что такой девчонке навряд ли понравится 40-летний мужик. К тому же жир обычного телосложения. С короткой стрижкой. Дабы не получать урона самолюбию, я предпочитаю при встрече с такими не заявлять о себе. И от этого бешусь еще больше. Эх. Эх, если бы такая девчонка полюбила меня просто так. Не за деньги, красоту, ум или чувство юмора, а просто так. Сладостная пелена застилает твой взор. Эфирные грезы затмевают твой разум. Ты резко встрякиваешь головой, чтобы сбросить себя на вождение. Так, какой у меня там пароль от Скуфус Луг? Хе-хе-хе. Эээ, наверное, вот этот. Скуф 69. Эээ, что у нас еще есть? Ай, ванафак, веряй. Хе-хе. Сабакистан 4, что я не помню. Наверное, вот этот. Неверный пароль. Попробуйте еще раз, уважаемый Скуф. Хе-хе-хе. Ай, ванафак. Неверный пароль, ладно. А значит, Сабакистан 4. Неверный пароль. Я не помню пароль. Черт, черт, черт. Какой же там пароль? Зачем я убрал этот стикер с монитора? Дружище, не кипятись. Может, я помогу тебе покопаться? Давай. Уки, делять уже нечего. Ты закрываешь глаза. Ты ныряешь в океан собственных мыслей, путешествуя по складу памяти. Здесь не очень опрятно и много всякого хлама. Что это тут? Детские травмы? Идем мимо. Дальше. Вспоминая о сексе после клуба в 20 лет на заднем сиденье ее машины. Сладко, но не то, что нам сейчас нужно. Пробираясь между ночных кошмаров и просроченных кредиток, среди кипы бумаг ты обнаруживаешь тот самый мемостикер. Желтая фактура наклейки призывно колышется в темноте. Небрежно написанная шариковой ручкой цифра. Буквенная комбинация вспыхивает огнем. Вы поняли, что это за пароль? Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть букв на клаве подряд. И потом еще допить. Ну конечно! О да! Ты открываешь глаза и возвращаешься в привычную реальность. Дрожащими руками используешь... А, используя лишь указательные пальцы, ты вбиваешь пароль на старой механической клавиатуре. Ну это реально, когда вот этими только указателями печатают. Это жестко, конечно. Вот оно, долгожданное окно загрузки. В прежнем режиме? А что случилось? Почему на этом заостряют внимание? Так, в каком разделе тут у них альтушки? Вот надпись. Ура! Выскуф! Это официально. Скорее! Пока всех не разобрали! Так, в каком они могут быть разделе? Сука, сделали бы большую кнопку на главной. Это же самое важное, что тут вообще есть. Штрафы и налоги. Кому вообще это нужно? Реально. Так, где у нас тут альтушки? Пенсия, пособия, транспорт и права, семья, образование и дети, и земля, и дом, здоровье. Ну, наверное, семья. Вполне возможно. Если альтушка окажется достойной, порядочной, образованной и воспитанной девушкой, почему бы не создать с ней семью? Так, что тут у нас? Статус многодетной семьи. Надеюсь, это никогда не случится. Материнский капитал. Тоже звучит максимально несексуально. Регистрация брака. Хотелось бы, но пока рано. Похоже, тут тоже нет альтушек. Какого чёрта, почему я просто не кликнул по баннеру? Там же можно было кликнуть по баннеру? Уже не помню. Так, ну тогда, я не знаю, здоровье? Здоровье? Ну, навряд ли. Это страховки, больничные, запись к врачам. Откуда там альтушки? А ты знаешь, что публичные дома и в Японии часто называют салонами здоровья? Откуда ты это знаешь? Вот, смотрите, тут прикол ещё есть. Выписка о прохождении игры Сталкер. Дальше тут что-то ещё. Скув-24. И всякие приколюшки тоже есть. Изгнание лярвы. Так. Это не я знаю, это ты знаешь. Так, открывая раздел, ты привычно скользишь взором по боковой панели. Запись на приём к врачу, вызов врача на дом. Короче, не то, не то, не то. Как вдруг твое лицо озаряется светом радости, счастья, находки? В разделе «Популярно» рядом с жирными кнопками «Медицинские документы» и «Электронный больничный лист» скромно пристранилась кнопка «Государственная программа доступных альтушек». Где это? А, вот оно. Да. Обливаясь потом и чувствуя, как дрожат твои руки, ты ни секунды больше не сомневаясь, немедленно жмёшь на эту кнопку. Опа. Вот это шведский стол. Реально. Такая тебе больше нравится. А мне разноцветная. Они все тут разноцветные. Тут не угадаешь. Взять, к примеру, эту чёрненькую. Втайне ты всегда мечтал о готической худой тяночке с тонкими руками и синяками под глазами. В тонких капроновых чулочках с пентаграммами. И ключицами. Такими тонкими, что, кажется, о них можно порезаться. Да чего уж тут. Каждый втайне мечтал о такой хоть раз. Розовенькая тоже очень милая. Ты сразу же представляешь, как это нежное создание появляется на пороге твоей квартиры. Ты предлагаешь ей тапочки, она отказывается. И своими маленькими ножками, обтянутыми белоснежной нейлоновой колготками, ступает по твоему грязному паулу. Переступает порог твоей спальни. Робка садится на край. А незаправленные кровати от одной мысли об этом по твоему телу пробегает дрожь, словно тебя ударило током. Да уж, действительно, ух. Ладно, а что насчет третий? Она какая-то безумная. Я тебе так скажу, дружище. От таких бежать без оглядки надо. С одной стороны, да. Она выглядит совершенно сумасшедшей. А с другой, только подумай, что она может вытворять в постели. Да, только об этом подумал. Выглядит так, как будто она высосет из меня все соки. Оставит лежать без сил. И мне это понравится. Ух, какой сложный выбор. Нужно узнать больше о каждой из них. Ну да. Точно. Так, Ксюша, Настя и Алиса. Ну давайте по порядку. Ксюша, черная альтушка. Ну это я уже понял. В стиле преимущественно используют элементы готики и эмстиля. Дэд инсайд не очень любит общаться с людьми. Характер спорный, очень замкнутая, но верная версия. А лучше всего, ее личность отображает ее татуировки. В топовой комплектации поставляется с множественными пирсингом и корсетами. Сосная. Сосная. Так, дальше. Настя. Это уже посередине. Розовая альтушка. Умело сочетает белый и розовый в одежде. Если точнее, только белый и розовый. Никогда не выходит из дома, не надев гольфики до колен. Характер покладистый и сговорчивый. Прекрасная хозяйка. В топовую комплектацию входят розовое кружевное белье и пижама кегурови в виде розовой жабки. Такую пижамку я бы пожамкал. Так, дальше. Алиса, безумная которая. Разноцветная альтушка. Абсолютно непредсказуемая личность. Свой гардероб строит на незачетаемых, казалось бы, на первый взгляд вещах. Обожает клоун-кор. В топовую комплектацию входят грим и сексуальное жабо. Послушной кошечкой, конечно же, не станет. Но точно скрасит ваш нехитрый быт. Ведь... Эй! В смысле? Эй, я вообще-то здесь. Что значит, скрасит ваш нехитрый быт? Как будто я какая-то вещь. Чё? Вот так номер. Она со мной говорит? Или это просто какая-то фича с сайта? С тобой? С кем же ещё? Смотри в глаза, когда с тобой девушка разговаривает. А глаза мои выше. Ничего себе. Ничего не понимаю. Девочки, он не понимает. Алиса, чего ты опять разоралась? Ты вообще пацан какой-то? Да вот, пришёл ещё клоун один нас выбирать. А, ну ок. Надо тогда ещё Настю позвать. Всё равно захочет всех посмотреть. Где она? Не знаю. Может быть, опять залипла на вкладке «Прочие». В разделе «Получение разрешения на хранение и ношение оружия». Там только ты торчишь. Причём постоянно. Не постоянно. Просто время от времени. Чего у вас тут? О, как раз тебя вспоминали. Чего хотели? Мы вообще-то ничего. Особенно я. Тут ещё один скуп хочет себе альтушку. Понятно. Ну чё, залип, задавай вопросы. Какие ещё вопросы? Ну, ты же хочешь получить доступную альтушку по госпрограмме. Было бы неплохо, да. Значит, тебе нужно выбрать одну из нас. А это очень сложный выбор. А самое главное – необратимый. Словно сама смерть. Она имеет в виду, что это важный поворот в твоей жизни. Чтобы лучше понять, какая альтушка подходит тебе лучше всего, ты можешь задать три вопроса. То есть сейчас, я так понял, будет очень важный выбор, который решит, что... Какая концовка вообще по ходу будет? Не всего, а целых. Ты готов? Каким будет твой первый вопрос? Если честно, я даже не думал, что... Я просто... Я же... Ты выглядишь глупо. Скажи первое, что придёт в голову. Сказать первое, что придёт в голову. Какие парни тебе нравятся? Кому он обращается? Ладно, буду считать, что ко мне. Мне нравятся крепкие и уверенные в себе мужчины. Стабильные и серьёзные, целеустремлённые. Это точно не про него. Чтобы хорошо знали историю, особенно настоящую. Про Гиперборею, Атлантиду и Древний Рим. А не ту, которую нам вдалбливали в голову просто для того, чтобы мы сдали ЕГЭ. Фу. Короче, хочу просто нормального мужика. Чтобы любил меня и никуда не отпускал. Как думаешь, ты нормальный мужик? Вполне себе. А я... А я хочу себе современного парня, который не стесняется платить в ресторане пополам. Хочу повстречать романтика, который не водит девушку по дешёвым кафе. А может, часами гулять по парку. Это так здорово, и к тому же бесплатно. И вообще, мне так надоели все эти глупые тощие мальчики. Хочу стабильного и крепкого мужчины, чтобы было за что подержаться. Хе-хе-хе, пузико, чисто. Чтобы засыпать с таким в обнимку, как с гигантским плюшевым медвежонком. Ха-ха, это идеальный вариант, походу. Ха-ха, для нашего скуфа. Ой, я бы с тобой тоже заснул. Лучше послушай меня. Надеюсь, ты не будешь судить меня строго. Многие считают, что я настоящий извращенка. Но мне нравятся мужчины постарше. Может быть, это потому, что когда я была маленькой... Ой! О, что? Суждаю. Что это я говорю? В общем, я тоже хочу заняться сексом с толстяком. Ой, опять не то. Ой, опять не то. Хе-хе-хе, я хотела сказать, хочу укрываться твоим животом, словно кожаным одеялом. Хе-хе-хе. Стало еще хуже. Хе-хе-хе. Следующий вопрос, пожалуйста. Следующий вопрос? Уже? А тебе нравятся видеоигры? Если да, то какие? Очень хороший вопрос, гражданин скуф. Отвечу на него по порядку, твердо и четко. Мне не нравятся игры, за которые нужно платить много денег. Хе-хе. К тому же, их выпускают с кучи багов. Разработчики совсем офигели. Хотят, чтобы мы обновляли железо каждый год уже. А если играть на приставке, то картинка мыльная. Нет уж, спасибо. Есть крепкие, проверенные временем игры. Приставки говно. Если ты понимаешь, о чем я. Игры, которые требуют определенного вложения времени и денег, но взамен щедро вознаграждающие тебя заслуженной победой. Время, которое ты проводишь в таких играх, твое и только твое. Ты чувствуешь в них себя настоящим бойцом, настоящим победителем. Мы понимаем друг друга? О да, мы очень хорошо друг друга понимаем. Скорее, покажи свой самый лучший танк. Погоди, надо выслушать остальных. О, и знаешь, видеоигры это весело, но я не очень хороша в них. Но мне они очень нравятся. Обычно я смотрю стримы или записи прохождений. Вот бы нашелся человек, который разрешил бы мне смотреть, как играет сам. Я бы приходила посидеть рядом с тобой. Казалось бы, каждая подходит под него. Приносила бы тебе холодненького пивка. Я бы сидела тихо-тихо, ты не подумай. Когда нужно, я умею быть незаметной. Ох, я бы показал тебе, что я умею. И у видеоиграх тоже. Ага, мне нравятся особенные видеоигры. Очень редкие. Очень специфичные. Ты, скорее всего, о таких и не слышал. Ведь если бы слышал, ты уже посидел в тюрьме. Ха-ха-ха. Да, я шучу, шучу. Хотя, что плохого, если кому-то нравятся игры, в которых людям причиняют боль? Вообще, во многих играх причиняют боль и наносят увечья, если подумать. Просто где-то это мультяшное насилие, где-то это обосновано сюжетом. А где-то ты об этом даже не задумываешься. Кто-то скажет, что зомби и роботы не чувствуют боли. А мне кажется, что даже пешки в шахматах не чувствуют. По крайней мере, я на это надеюсь. Хе-хе. Снова шучу. Я ответила на твой вопрос. Кстати, а какой был вопрос? Типичная Алиса. У тебя остался один вопрос. Спроси о том, что действительно для тебя важно. И отпусти свой шанс. Спроси про то, что и правда тебя волнует. Ну, так сразу нельзя, наверное. Мы же только познакомились. Ну, раз уж такое и дело, другого шанса у меня может и не быть. Спроси о солдаре. Скажи ты, хотела бы поняшиться со мной под пледиком. Вопрос про секс. Заткнись, ты меня позоришь. Секс, 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 секс. Я не это имел в виду. Я отвечу первый. Согласно пункту 14.5 пользовательского соглашения сервиса скуф-услуги, выбранная альтушка обязуется предоставлять вышеозначенному скуфу весь спектр сервисов, в том числе и совместное пребывание в локации формата постель, кровать, раскладушка. Также совместно накрытая обрезом шерстяной ткани уровня плед. Иными словами, мой ответ – да. Няжется – не самое подходящее слово, как мне кажется. Но я совершенно точно уверена, что для скуфа, который меня выберет, я буду готова практически на всё. А по праздникам вообще на всё. Обожаю няшиться под пледиком. Только чёрт, давай сразу договоримся. Если ты хочешь няшить, то готов быть и отняшен сам. Жёстко. Мы поняли друг друга? Пора сделать выбор. Как же сложно. Как будто бы каждая подходит под него вообще прям. Что первая, что вторая, что третья вообще подходит. Сегодняшний день разделит её на до и после. Ты собираешься... Собираешь, короче, мысли в кулак. По крайней мере, пытаешься. Решай! Ксюша, Настя, Алиса. Я не знаю. Давайте среднячок. Я выбираю Настю. Милый! Я так рада, что ты выбрал меня! Ничего? Что мы сразу перейдём на ты? Мы же скоро станем так близки! Ты смотришь на это английское создание и не можешь поверить твоему счастью. Очень скоро ты сможешь вдохнуть аромат её волос, просто потому что ты гражданин своей страны. Не благодаря деньгам, внешности или уму, а просто по праву рождения. А, сладкий, правда, есть ещё одна маленькая формальность. Для завершения процедуры оформления заявки тебе нужно заполнить некоторые документы. Угу. Что? Какие ещё документы? Я просто хочу получить свою альтушку. Я же уже залогинился, что ещё нужно? Сладкий, ну не кипятись. Заполним пару скучных документов и сможем воссоединиться навсегда. Поверь, я и сама не могу дождаться. Я помогу тебе и сделаю это максимально комфортным. Уж поверь, я это умею. Свет отражается от экрана монитора, бликуя на её глаза. Она подмигнула тебе? Или это просто игра света? Какая разница? Так, извиняюсь. Она такая милая. А зубы сводит. Окей, окей, что нужно заполнить? Очень хорошо, давай начнём скорее. Немножко скучной бюрократии, и каждый из нас получит то, что заслужил. Ты свою альтушку, а я... Впрочем, об этом пока ещё рано. Ведь для начала работы мне нужно твоё разрешение на использование персональных данных. Ого, начинается. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Как-то много она хочет. Тебе не кажется? Слишком бы хрена. Да вроде бы это стандартная процедура. Нет. Тогда или нет? А что тебя смущает? Понимаю сейчас. Столько мошенников, которые воруют персональные данные. Например, я слышала, что другие альтушки, Ксюша и Алиса, сливают данные мошенникам. Ммм, а ты типа нет, да? Или ещё чего похуже. Так что я прекрасно понимаю твои сомнения. Не буду тебя торопить. Подумай. Ну, твои мысли путаются. Ты несколько секунд думаешь над ответом. Ты сосредоточенно смотришь на грязную кружку на столе. Трудно сказать, как давно она здесь. Хотя нет, не так уж и трудно. Она здесь очень давно. Настолько давно, что проросла мохнатая зелень. Это блесень! Ну, в принципе, это же государственный сайт. Здесь всё должно быть чисто. Не выдают же они альтушек всем подряд. Девка, дело говорит. Получается, ты даёшь согласие и мы доступ к твоим персональным данным? Выходит, что так. С какого раздела скуф-услуг мы начнём? Добро пожаловать в раздел справки и выписки. Здесь очень много интересного. Но, на твоё счастье, для оформления альтушки тебе лишь нужна пара разделов. Первым делом нам понадобится выписка из твоей трудовой книжки. У тебя же есть трудовая книжка? Ты и вообще когда-нибудь трудился, сладкий? Выглядишь уставшим. Уверена, что ты только и делаешь, что целыми днями работаешь. Ах, как бы мне хотелось помочь тебе расслабиться. Если ты понимаешь, о чём я. На несколько секунд ты зависаешь. Работал ли ты? Наверняка работал. Но кем? Когда? Очень странно. Почему ты не можешь этого вспомнить? Ты пытаешься сосредоточиться, но выходит не очень. Твой взгляд скользит к окну. На карнизе примастился грязный серый голубь. В его глазах ты видишь что-то древнее и хищное. Говорят, динозавры прямые предки птиц. Интересно, а это правда? Звонкий девичий голос выводит тебя из состояния отцепления. Ты что, задремал? Скорее всего, у вас есть электронная версия трудовой книжки. Если вы дадите меры, и после этого подгрузите их в анкету. Нам также понадобится справка о доходах. 2 МДФЛ. Справка о доходах? Зачем? Дело в том, что программа доступных альтушек предусмотрена только для честных граждан, постоянных президентов страны и налогоплательщиков. Безусловно, эта система не переживает. Никакие альтушки не повлияют на твою пенсию. К тому же, о пенсии такому красивому молодому человеку ещё рано, верно? Вообще, стоило бы уже подумать. Ты такой смешной. Мне очень нравится твоё чувство юма. Уверена, ты хорош не только в этом. Кстати, ты же покажешь мне свой самый крутой танк. Милая, я тебе всё, что хочешь покажу. Большое спасибо. Подожди, пока я отправлю данные на сервер. Загружаю. Готово. Прости, что заставила ждать тебя, котик. Мы стали ещё на шаг ближе к тому, не могу дождаться, когда переступлю порог твой. А, я уже знаю, как мы можем провести время. Как? Займёмся вместе чем-то очень приятным. Уже очень скоро. А пока что, переходим к следующему разделу. Транспорт и право. Транспорт, как? Газ имеешь число. Как будто бы надо сделать вот так. Мне кажется, это сильно затягивает. Слушай, если ты не хочешь, ты же хотела сказать. Я точно не. Ну, вот и с. Короче, соглашаемся на всё-всё-всё. Загружаю. Ещё. Газ. Спасибо. Так, дальше здоровья. Потом посмотрим, что будет. Я уверен, да, посмотри. Прости, а ещё когда ты? Не пош. Альфин, кожа. Зна, давай продумай. Готов? Когда ты последний раз был к чему-то готов? Проживай свою маленькую, неторопливую жизнь. Ты уже давно ни к чему не готов. Разве что к тому, что завтра всё будет так же, как и вчера. Отлично. Если тебе станет совсем скучно, вспомнишь, и ты с. Всё. Например. Несло. Да. Итак, первого. Первый вопрос. Какой у тебя рост? Собрать, сорвать, сказать правду. Ну, 172. Ого. Ничего себе. Если честно, мне всегда нравились мужчины. Что-то всегда интереснее. Так, какого ты? Собрать, соврать, сказать правду. 128 килограмм. Какой ты богатый? Записала. Не понимаю тех, кому нравятся дрыщи. Всегда любят. Несло. Это точно не дрыщ. 128 кг. Ну, герпес у всех есть. Правда? Какой? Может быть, у меня тоже есть герпес, а я и не знал. Привет. Ну, в этом. Ладно. Так. Есть только... Шляпа, я даже не хочу. Всё в порядке. У меня желудка. Тоже ты. Милый, ты опожа. Чемор. Не то. Ой. Так или иначе, это в наших общих интерес... Зубы. Ай. Так что... Так себе. Что там у нас, да? И последнее. Состоишь ли ты на учёте в пси-диспансере? Не состою. Конечно нет. Ты проедаешь сам. Раз. Хе-хе. Звук. Ладно. Так, дальше. Последняя категория. Регистрация и паспорт. Это жесть. Ну, с чувством юмора. Смс. Ага. Это же всё про меня. Так вот, что у нас там дальше? Раздел регистрации и паспорт. Паспорт твой у нас в кубуслугах уже есть. Нужен актуальный адрес проживания? Опаньки. Что опаньки? Адрес нужен для доставки меня. Что? Ты тоже его слышишь? Слышу кого? Ты сказал опаньки. Я отреагировала. Я ничего не говорил. Опа, она слышит мысли какого хрена. Нет, говорил. Нет, не говорил. Нет, говорил. Нет, не говорил. Нет, говорил. А, ладно. Итак, мне нужен твой актуальный адрес проживания. Он совпадает с адресом регистрации? Ээээ... Да, очень сомневаюсь. Эээ, нет никакой функции самовывоза. Ты мне не веришь? Как мы можем быть вместе, если ты даже в такой мелочи? Подвох будет какой-то 100%. Здесь нет никакого подвоха. Простая стандартная процедура. Ну, конечно. А, вас... Да я... Просто введи свой актуальный адрес. Но помни, это адрес, куда доставят меня. Ну, да, да. Если ты укажешь фейковый, ты просто не получишь альтушку. А ведь ты уже почти запомнил заявку. Ты, конечно, можешь пропустить раздел. Но ведь тогда мы не увидимся. Вести свой настоящий адрес. Ну, давайте. Спасибо большое. О, не могу поверить, что это всё. О, да, есть ещё одна милость. Надо привязать свою карту к Скуфу-услугам. Ахахаха. Зачем это? А, это просто формальность. На случай карантинного обслуживания. Но карантинных случаев ещё никогда не было. Просто разработчики забыли убрать. Это из прошлых версий. В общем, открой вот эту ссылку, пожалуйста. Там нужно будет завершить процедуру оформления. Ахахаха. Я понял, это вирус сейчас будет. Открой эту ссылку. Окей. Нажать на ссылку. Всё. Хана. Что это? Что? Я ничего не заметила. Смотри, сюда нужно ввести данные твоей карты и нажать окей. Понял. Короче, это ссылка на фейковые госуслуги. И сюда сейчас он введёт карту, срок действия, ЦВ, и всё. Прощай все бабки, это развод, чувак. Вот к чему это привело. Она хочет денег. После подтверждения у тебя спишется один рубль для подтверждения карты. Не, ну а чего? Альтушка за один рубль. Честная сделка. Вот это я понимаю, государственная программа. Ввести данные карты, а больше ничего нет. Так быстро ввёл. Ты что, помнишь номер наизусть? Ты такой умный. Смотри, тебе сейчас придёт код подтверждения для привязки карты. Введи его, пожалуйста. После этого процедура оформления будет завершена. И всё. И минус бабки, и минус карта. Тебе действительно приходит секретный код. Это смс отправлено для завершения процедуры привязки к новому аккаунту. Но, пожалуйста, не сообщайте этот код никому. Конечно же, он ведёт код. Он же наивный дурачок. Давайте идти до конца уже. Наконец-то. Как же я устала притворяться милашкой. Какой же ты всё-таки тупой. Тебя развели. Только полный идиот мог повестись на старый фишинговый трюк. Ты же видишь, что сайт даже не похож. Он кривой. Что? Если бы ты знал, сколько вас каждый день таких самодовольных идиотов. Почему вы думаете, что можно жрать всякую дрянь, не мыться и не следить за собой? Играть в танки вместо саморазвития? И при этом получить девочку просто потому, что вы залогинились на сайт? Ты должен представлять из себя хоть что-нибудь, чтобы заинтересовать другого человека. Красота. Хотя бы один пункт. Лучше два. В идеале все три. Господи, какой же ты жалкий. Меня совершенно не мучает совесть. Прощай. Что? Несмотря на мелкие недопонимания, Скуф и Альтушка Настя уже очень скоро стали лучшими друзьями. А после дружба перераскивается.